Подразделения NOAC провели церемонии поднятия флага в честь Дня образования КНР. Кандидаты из Гонконга и Макао смогут принять участие в отборе резервных космонавтов. Популярные блогеры из провинции Гуйчжоу поздравили подписчиков с Днем образования КНР. В провинции Шаньдун начали съемки телепроекта о традиционной культуре Поднебесной. Во всех подразделениях Народно-освободительной армии Китая утро 1 октября началось торжественно с исполнения гимна и подъема государственного флага страны в честь 73-й годовщины основания КНР. Я военный врач. Свою безграничную любовь к родине и глубокую привязанность к народу я выражаю в служении стране. Я внесу свой вклад в борьбу и победу и буду приветствовать созыв 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Когда флаг оказался на вершине, я еще глубже осознал, что значит носить военную форму. Как военнослужащие новой эпохи мы должны всегда тренироваться и быть готовыми пожертвовать всем ради Родины. На базе поддержки Нуак в Джибути и в лагере 8-го пехотного батальона китайских миротворцев в Южном Судане также состоялись праздничные церемонии. Когда я увидел красный флаг с пятью звездами, развивающийся на ветру на земле Африки, мое сердце забилось чаще. Мы выполним нашу миротворческую миссию на высшем уровне и создадим у всего мира достойный образ китайских военных. Военнослужащие говорят, что участие в церемонии поднятия флага укрепило их любовь к Родине и вселило решимость упорно трудиться и совершенствовать свои навыки. Китай начал отбор космонавтов для участия в будущих пилотируемых полетах. В резерв войдет от 12 до 14 человек. Среди них пилоты и инженеры, а также два специалиста по полезной нагрузке. На эту должность впервые смогут претендовать кандидаты из Гонконга и Макао. Специалисты по полезной нагрузке – это ученые, которые занимаются исследованиями космоса и в смежных областях. Во время полета они будут проводить эксперименты, управлять оборудованием и выполнять другие работы. Процедура отбора состоит из двух этапов. Сначала определят кандидатов на уровне специальных административных районов, а затем на центральном уровне. Ансьюй – житель уезда Фенган провинции Гуйчжоу, блогер-миллионник. Он снимает короткие видео под ником «Маленький плотник из горного уезда» и выкладывает их в социальные сети. Признание молодой человек получил не только в интернете. Талантливый мастер создает небольшие украшения из дерева и даже строит целые дома. За это в прошлом году Ансьюй был удостоен первой молодежной премии за возрождение сельских районов. А этой весной его наградили молодежной медалью 4 мая – высшей наградой для молодого поколения. Моя ближайшая цель – построить прекрасный деревянный дом для моей семьи. А в будущем я хочу сделать красивой всю нашу деревню. Я надеюсь, что наша страна станет еще более сильной и процветающей. С днем рождения, наш Китай! Цзян Джунцин из уезда Суйян – тоже интернет-знаменитость. В сети его знают под ником «Брат потрясающих слов». Молодой человек умеет создавать креативные послания, к примеру, выкладывать в воздухе различные надписи из камней. В 73-й день рождения Китая я желаю нашей родине хорошего урожая. Пусть наша страна процветает, а наш народ живет в мире и согласии. Поздравляю всех с праздником! Процветание страны возможно только при высоком качестве жизни, как в городе, так и в деревнях. В Китае принят стратегический пятилетний план возрождения сельских районов, который успешно реализуется. Так, с 2017 года доход на души населения в сельской местности в среднем увеличился на 5,5 тысяч юаней. Создано почти 4 миллиона семейных ферм и больше 2 миллионов кооперативов по всей стране. За последние 5 лет в сельскую местность вернулось более 11 миллионов человек. В городском округе Яньтай провинции Шаньдун начали съемки новой телепередачи под названием «Большая коллекция красивых пейзажей и популярных блюд Китая». Это телешоу даст возможность узнать о проверенной временем культуре, о важности ее наследования. Транслировать цикл передач будут на канале CCTV2 и на платформе All Media Service. У канала CCTV2 гигантская аудитория в 130 миллионов человек. Его можно смотреть как по телевизору, так и на мобильных устройствах. All Media Service Platform – это международная платформа для более чем 300 средств массовой информации из разных стран и регионов. Здесь СМИ могут обмениваться видеоматериалами, искать репортеров и экспертов в различных точках планеты, заказывать сюжеты у коллег, договариваться о совместном производстве программ и аренде оборудования. Редактор субтитров А.Семкин